Выслушайте Радио Болтком. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Слушайте программу Подоплёка по средам с 10 утра. На Радио Болтком Подоплёка. Ну и так, получается, что сегодня вместо Люси слушайте программу Подоплёку с Александром Шуниным. Да, остальное не меняется. Гость неизменен, тот, который был запланирован, совладелец компании Петрахим Интернешнл Керриерс Евгений Боровский. Связь установлена. Добрый день, Евгений. Здравствуйте. Замечательно. Да, наша тема сегодня, все, что касается рынка газа, природного, сжиженного, почему дорожает, что вообще происходит, насколько всплеск на рынке вот этого природного газа, сжиженного природного газа повлиял на рынок, точнее, всплеск на рынке природного газа повлиял на рынок сжиженного газа. Мы говорим уже, да? Да, мы уже говорим. Здравствуйте, ещё раз. Да, здравствуйте. Начнём, наверное, сначала то, что вы спросили, по поводу роста цены на природный газ. Так вот, здесь как бы есть несколько факторов, которые нужно различать. Во-первых, природный газ, который идёт по, традиционно идёт по трубе в своём естественном состоянии, это одно. Поэтому сжиженный природный газ, так называемый СПГ, который, значит, охлаждается до низких температур, тем самым создаётся условие для его хранения. То есть, ну, если проще говорить, он становится в жидком состоянии. Это другое. Это два разных состояния природного газа. Соответственно, и ценообразование на природный газ, оно также различное. То есть, есть так называемые длинные контракты, ТЭП-контракты, в которых ценообразование практически не поменялось. А есть спотовые контракты, то есть биржевые, когда работают спрос и предложение, и тот дефицит на рынке, который сегодня образовался, вот именно на эти спотовые партии он подскочил в цене. Соответственно, как бы из-за чего это произошло? Ну, знаете, как такового, назовём, чёрного лебедя в контурах не видно, потому что есть целый ряд факторов, которые в совокупности на это повлияли. Это и холодная зима предыдущая, и недостаточность заполнения резервуара после этого. Хранилищ имеется в виду недостаточная заполняемость. Переход на зелёную энергетику, то есть в определённый период уголь был исключён из сырья для получения электроэнергии в связи с требованиями, связанных с парниковыми газами и так далее. Ну и, наверное, устойчивое потребление в Азии, в Китае имеется в виду, оно остаётся устойчивым, поэтому все вот эти факторы, они образовали вот этот вот скачок по цене. Ещё раз подчеркну, речь идёт о тех спотовых партиях, то есть, скажем так, небольших партиях, которыми заполняются ниши в рынке. Вообще, рынок природного газа – это длинные контракты по формуле. Соответственно, как вы понимаете, если контракт длинный по формуле, то он изменился, но незначительно по цене. Ну вот, как бы, всё здесь. Ну хорошо, а что касается цен на газ? Ну, во-первых, насколько мне известно, там что-то почитал, скажем так, вы профессионал, я нет, но тем не менее, примерно 40% глобальной торговли приходится именно на жиженый природный газ, его экспортируют примерно 20 государств, покупают свыше 40, пока и в последнее время было много споров в связи со строительством «Северного потока-2». Якобы США пытались сорвать этот проект «Газпрому», чтобы навязать Европе свой дорогостоящий жиженый газ вместо дешёвого российского, который по трубопроводу поступает. Что касается «Северного потока-2», что сейчас будет происходить, ваш прогноз? Нет, вы знаете, давайте сразу скажем, я не настолько глобальный игрок, чтобы оценивать перспективы «Северного потока-2», влияние политики на его запуск или на его отмену. Наша компания работает, скажем так, в регионе. Мы занимаемся жиженым газом нефтяным, и он входит в наш портфель продаж, и мы, значит, работаем в основном на рынке вот нашего, Балтии, Украины, Польши, ну, скажем, европейском рынке. Это жиженый нефтяной газ. Что касается, значит, вот этого фактора, который вы сейчас назвали, то, в принципе, можно его характеризовать коротко. Значит, идёт переформатирование потоков поставок природного газа на европейский континент. Переформатирование. Вот та неопределённость, кстати говоря, которая образовалась в этой связи, политическая неопределённость, она тоже, наверное, каким-то образом повлияла на подрыв этой цены в спотовых контрактах. То, что касается, ну, вот этих вещей, которые вы назвали, американцы пытались навязать свой, значит, дорогостоящий, жиженый природный газ. Ну, это, да, это конкурентная борьба между, значит, владельцами ресурсов. Да, американцы никоим образом, кроме как поставок газовозами в жиженом состоянии природный газ, значит, поставить не могут. Да, это дорогостоящая история. Да и само оборудование для хранения, и, ну, назовём так оборудование, это целая система, да, для хранения, сжижения, последующего разжижения этого газа, она очень довольно дорогая, значит, поэтому, естественно, желание там американцев, ну, понятно было, какие-то рычаги влияния политические и какие-то иные, которые они применяли, ну, это то, что было у них в арсенале. Что касается Северного потока-2, то, естественно, он является эффективным для европейского континента. Тут вопрос, я говорю про коммерцию в чистом виде, то есть стоимость природного газа, поставляемая в естественном состоянии по трубе, она несравнимо дешевле, чем сжиженный природный газ, СПГ. Поэтому, и, собственно говоря, ну, и альтернативы у американцев не было. Но самое интересное другое, понимаете, то, что один из факторов сегодня, который работает, это, как я уже сказал ниже, устойчивое потребление Китаем природного газа. Устойчивое. Он, вроде бы, незначительно снижается, но, тем не менее, оно устойчивое. Как следствие, интересный фактор. Вот американцы, вы говорите, они пытались продвинуть свой СПГ на европейском континенте, там, политическими какими-то доводными рычагами и так далее. Но вот в данный момент, когда на сегодняшний день в Европе существует такое паническое настроение по поводу стоимости в споте природного газа, американцы поставляют его в Азию. То есть ничего личного, только бизнес. То есть где те доводы, когда мы тут, в общем-то, вам поможем осуществить энергетическую независимость, безопасность и так далее. Ну вот сейчас, казалось бы, самое время предложить свои услуги, чтобы Европа как минимум не нервничала на эту тему. Но в основном-то поставки идут от Америки в сторону Китая. Поэтому вот вам и ответ на этот вопрос. Ну, Европа нервничает не только из-за этого, а, скажем, ну, вы сами упомянули, что цены на газ стремительно растут. Недавно, в сентябре это произошло. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерфранс заявил, что скачок цен на газ должен привести к более активной работе по переходу на возобновляемые источники энергии. И вот цитата, ирония состоит в том, что если бы у нас пять лет назад была Green Deal, это вот стратегия ЕС по переходу на возобновляемые источники, мы бы не попали в эту ситуацию, потому что меньше бы зависели от ископаемых видов топлива и природного газа. Однако, ну, достаточно посмотреть по сторонам, что называется, и становится ясно, что истинная ирония в другом. Одна из причин кризиса как раз в нестабильности выработки возобновляемой энергии. То есть какое-то время, получается, мы еще поживем на этих самых углеводородах? Так нет, какое-то время, это довольно длительное время. Я вообще не понимаю, о каких пяти годах ведется речь, если, скажем, для того, чтобы, скажем, доля возобновляемых источников энергии на рынке стало ощутимой, эти прогнозы, ну, насколько я вот сейчас понимаю, это где-то 30-й год плюс, да, то есть 2030-й год плюс. Ну, вы же понимаете, что инфраструктура для работы с возобновляемыми источниками энергии, это же, ну, это огромное вложение, это порой действительно, они зависят от того, где и как, опять же, да, от изменения климата, да, потому что где-то солнечная энергия, где-то ветер, где-то вода. Ну и, кстати говоря, природный газ-то, опять же, да, они, ведь в основном, когда речь идет о замещении, значит, ископаемых источников энергии, речь идет о угле, в первую очередь, это речь идет о, там, нефти, мазуте, высокосернистых вот этих вот, значит, соединений, которые после их использования вырабатывают оксид серы, который, ну, в том числе, который, вот, в общем-то, губительно влияет на экологию. А природный газ, природный газ, вот к этим неэкологичным, скажем так, формам, значит, ископаемым, он не относится к природному газу. То есть, когда мы говорим о экологии и в этой связи с возобновляемыми, значит, источниками энергии, речь идет, повторюсь, уголь, который вот некоторое время назад был запрещен даже в Евросоюзе для использования, для излечения электроэнергии, это нефть, это мазут. Вот, допустим, если постоянно идет ужесточение использования мазута и его фракций с точки зрения содержания серы, то есть, чем выше сера, то есть, ну, просто, чтобы вы понимали, мы на рынке, допустим, довольно давно, ну, и раньше, допустим, мазут с содержанием серы более, там, 3%, он спокойно использовался в Европе и для отопления, и для бункеровки судов и так далее. Ну, я имею в виду мазут и мазутная фракция разного рода, печные топлива и так далее. Потом это содержание стало снижаться, 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 и сегодня, вот, насколько я понимаю, содержание максимум 0,5 уже серы допускается в, значит, мазутовых вот этих фракциях, используемых для, там, как бункеровки судов, так и для, значит, отопления. Но, опять же, природный газ-то здесь не совсем-то и к месту, потому что он, как бы, довольно экологичный вид топлива. Ну, есть данные о том, что в прошлом году, впервые с 2009-го, как раз сократилось, даже, можно сказать, упало потребление нефти и газа. То есть, на ваш взгляд, это не начало конца, это был какой-то временный спад? Да нет, ну, понимаете, всегда существует определенная цикличность, да, это первое. Второе. На самом деле, та стратегия, которая выработана в Европе, а во всяком случае, от, по отказу постепенному от двигателей внутреннего сгорания, ну, конечно, она все равно имеет какие-то определенные, значит, имеет определенные последствия для потребления в этой части. Но, что, допустим, мы видим сейчас, опять же, да, цены на нефть, они довольно значительно растут на сегодняшний день. И растут же они не потому, что, скажем, нефть – очень хороший продукт, а потому, что ее не хватает. Ее дефицит, и потребление растет, и сейчас стоит момент в обсуждении, а почему это происходит. Вроде бы экономика серьезно восстанавливается после вот этих всех первых волн ковида и локдаунов, и потребление растет, и опять же, и в Азии, и так далее. Ну, понимаете, очень много факторов, которые не учитываются порой в этих вот энергетических стратегиях. Очень много факторов. Опять же, да, но кто мог предположить, что вот такая история случится с ростом цены на природный газ в Европе в этот момент? Предположили бы ее, конечно, не было бы. Или, во всяком случае, отреагировали бы вовремя на те незаполненные хранилища, которые, ну и сезон впереди отопительный. Надо было бы вовремя реагировать, конечно, тем структурам, которые обязаны за этим были наблюдать и следить. Поэтому спада как такового потребления как нефти, так и природного газа, ну, на сегодняшний день устойчивого нет. Есть политические решения, которые, значит, увязаны, еще раз повторюсь, с экологией, которые призваны ограничить использование определенных нидов топлива. Ну, потому что на самом деле, как бы, природа, она не терпит такого бездушного отношения к себе. И то, что мы видим, в частности, в изменении климата, это итог того. И это правильно. Но не все так гладко идет, как это обычно пишется, и не идет все так, как хотелось бы. Учитывая этот многократный рост цен на природный газ, изменилась ли как-то география поставок жиженного газа? Нет. Вы знаете, ни география, ни, по большому счету, сфера применения никак не изменилась, потому что я вот уже говорил ниже, что в длинных контрактах, в термконтрактах работает формула. Ну, и там целый принцип, который называется Геннингенским принципом, который учитывает принцип замещения альтернативными видами топлива, там увязаны все эти факторы. Поэтому там работает длинная формула, есть определенные объемы, которые номинированы на длительный период. Более того, существует принцип пай о пэй, так называемый, бери или плати, потому что если вдруг ты захотел взять поменьше, соответственно, просто заплати. Поэтому там все работает достаточно предсказуемо. Повторюсь, взрыв ценовой произошел в спотовом сегменте, то есть вот те небольшие партии, скажем так, месячные или квартальные, которые сегодня активно замещают дефицит. Поэтому ни география поставок LPG, жиженого нефтяного газа, ни сфера применения кардинально не поменялась. Говоря о формулах и ценообразовании, много говорится о давлении Евросоюза как раз относительно этих цен. И можно сказать, Газпром фактически вынуждали отказаться от формирования цены в привязке к мазуту. Аналогичные тенденции на рынке вот этого жиженного газа были или не были? Нет, не было. И более того, вот когда мы говорим про какое-то давление, значит, в сторону Газпрома по изменению ценообразования и иные, это немножко, знаете, на мой взгляд, не совсем правильно указанный акцент. Дело в том, что это не давление, а, скажем, последние, наверное, лет 10-15 существует определенная дискуссия, да, в том плане, какой должна быть формула на, значит, цену природного газа. И это не какие-то, знаете, там, значит, изыскания, это вопросы сферы применения, потому что природный газ, он же используется как в промышленности, как в отоплении, значит, как в электроэнергетике, значит, и так далее. И, соответственно, исходя из этого, существует определенная, ну, скажем так, эффективность в этом. И каждый, как потребитель, так и продавец хочет заложить в формулу вот эти вот, значит, определенные ниши, в которых используется природный газ. Вот, поэтому эта дискуссия, и природный, и продавец хотел бы, чтобы он не продешевил, да, в зависимости от конъюнктуры того или иного рынка, куда идет в использовании природный газ. И покупатель хотел бы тоже какие-то свои риски, значит, максимально, значит, предусмотреть, как производители, как, значит, определенных, допустим, удобрений и так далее, да. И идут просто разного рода дискуссии на эту тему. Скажем так, LPG, он устойчив в этом плане. В регионе, в нашем регионе, это Балтия, это Беларусь, Польша, Украина. Основной формулой, которая является, значит, действующей для ценообразования LPG, является, допустим, как для автогаза, как и для бытовых нужд. Это ценовое агентство «Арбус», значит, позиция «Да» в Брест, то есть это стоимость тонны жиженного газа на белорусско-польском переходе в Брест, условная. Вот. Исходя из этого, в общем-то, это в регионе и влияет на ценообразование. Кроме того, как я говорю, вот опять же формула, но есть и спотовые, значит, определенные контракты и объемы, которые также, допустим, формула работает, цена более-менее устойчива, но в зависимости от, значит, влияния спроса и предложения, вот эти, значит, фиксированные объемы по фиксированной цене, они могут значительно отличаться от тех, которые идут по длинному контракту. В разы, может быть, могут отличаться, там, и довольно значительно. Поэтому наше, скажем так, ценообразование неизменно, и никак на него вот эти дискуссии по ценообразованию в природном газе не повлияли. Другой вопрос, что LPG, который используется в промышленности, там, скажем, Бутан, например, одна из фракций, или Пропан, когда они используются именно в промышленности, ну, вот могу привести пример, есть финский Бориалис, да, химический концерт, который использует его в качестве сырья. Конечно же, формула, по которой покупает финский Бориалис то или иное сырье, там, широкую фракцию легких плеводоводов или Бутан, значит, в ней заложены как раз вот эти вот уже принципы замещения стоимости альтернатив. То есть они могут использовать как Бутан, например, как ШФЛУ, так и нафта. То есть это, грубо говоря, ну, там, прямогонный бензин. И уже стоимость в этой формуле учтены в определенном процентном соотношении, как стоимость, допустим, котировок Бутана, так и стоимость нафты в определенном процентном соотношении. Почему? Потому что тогда производитель предусматривает вот эти колебания на то или иное сырье в своем промышленном производстве, чтобы не получилось так, что он привязался к стоимости, например, Бутана, а в какой-то момент нафта, которая является его альтернативой, стала значительно дешевле. Ну и тогда, получается, надо разрывать длительный термконтракт, ну а это санкции, это серьезные последствия, там, репутационные и так далее, и покупать нафту, потому что она значительно дешевле. Вы понимаете, да, логику? Поэтому вот для производителей в формуле как раз-таки заложены принципы альтернативных замещений. А для, скажем так, обывателя, ну условно говоря, там пропан-бутан автомобильный, для коммунальных бытовых нужд, там, скажем, для сушилок разного рода сельскохозяйственных, вот в основном это вот как раз-таки Аргус формулирует цену на белорусско-польское границе. Это в нашем регионе, я имею в виду Балтия, больше Украины и Белоруссии. — Напомню, мы беседуем со совладельцем компании «Петрахим International Carriers» Евгением Боровским. Евгений, не так давно, пару минут назад, несколько минут назад мы затронули тему необходимости энергоперехода, то есть замены ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии. И в связи с, это же можно еще назвать декарбонизацией, в связи с ней растет ли в мировом флоте транспортировка газом, строительство судов с газовыми установками? И какие судовые линии, какие порты могут обеспечить работу судов только на газе? Ну, даже вот в Латвии есть ли такие порты? — Ой. Вообще, вопрос же, скажем так, бункировки, он по большому счету, ну, бункируется топливо, бункируется суда, они могут быть по схеме судно-судно, значит, море, то есть порт-судно, и даже автовоз там, судно, в зависимости от него, от объемов. Но если мы говорим о бункировке СПГ, да, такой, значит, ну, тренд появился, но, поверьте, это на данный момент, это очень, ну, назовем так, да, ну, это больше так история моды, наверное, потому что в мире курсирует порядка, наверное, более ста тысяч судов, ста тысяч судов, а бункируемые СПГ суда исчисляются, там, скажем, сотней, ну, что-то около этого. — В этом и вопрос, растет ли их количество, учитывая глобальные тенденции? — Конечно, под давлением и под теми трендами экологическими, которые существуют, в принципе, да, не касается, там, судов или еще чего-то, в принципе, экологическими трендами и, значит, давлением европейской, там, комиссии и иных, значит, институтов, конечно же, этот тренд сохраняется. Вы понимаете, какая история? В этой всей, здесь нужны серьезные вложения, которые должен кто-то осуществлять, да, ну, переоборудование или строительство с нуля судна, которое будет бункироваться СПГ, ну, это, как бы, довольно затратная история. Я когда-то читал, что, по-моему, Норвегия на сегодняшний день анализирует, если мы говорим про Европу в этом сегменте, и там финансируют строительство этих судов специально созданный фонд. Поэтому здесь все увязано, конечно же, в первую очередь, с финансированным этого процесса, потому что, ну, сами по себе судовладельцы, если их не, к этому, мягко говоря, не принуждать, ну, им особо это и не нужно. Мало того, это же вообще, ну, не так просто. Если вы помните, да, давайте сравнение проведем, простое, да, когда появились первые автомобили, которые были бензиновыми двигателями, которые дооснащались впоследствии газовым оборудованием, да. Вы же помните, какое-то было газовое оборудование на старте, там, и по цене, и по эксплуатации. Да, конечно. Да, то же самое примерно в принципах происходит и с вот этими ноу-хау, которые используются и, значит, в судостроительстве. То есть это, да, этот тренд, он существует. Насколько быстро это, ну, вот, считайте сами, судов более 100 тысяч, а, скажем, судов, которые бункируют СПГ, оно потихоньку растет, ну, их там, условно говоря, было недавно 100, сегодня их там 200. Ну, условно говоря. Ну, то есть в глобальных масштабах рано пока делать выводы. Евгений, у нас есть звонок из эфира, давайте примем, да? Да, конечно. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Вот то, что у нас самое дорогое электричество в мире, да, это спасибо клану Каринша и Шкеле, да, как бы, ну, за его косы и прочее, да. А вот смотрите, вот по поводу, вот вы касаемо меня, как вот просто вот потребителя тупо, да, того же самого газа. Когда газ падал в цене, то есть регулятор говорил, что в Латвии газ привязан, как вот вы его сказали, к углеводороду, да? А теперь, когда растет, оказывается прямой контракт между Латвией и Газпромом уже почему-то привязан к голландской бирже. А кому за это надо сказать спасибо, и кто нагрел карманы? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Да вы знаете, как формируется ценообразование на природный газ между, в данном случае, между Латвией и Россией, мне сложно прокомментировать. И какие факторы влияют на изменение этого ценообразования, на изменение формульного ценообразования. Ну, понимаете, там я бы не ставил вопрос, что кто-то на этом нагрел руки. Поверьте, там не нагреешь ни руки, ни ноги, потому что есть, скажем так, альтернатива. Вот хотите, покупайте по такой формуле. Хотите, покупайте вот по этой формуле. И вопрос может быть ставится, не хотите, а вот настойчиво. Мы предлагаем, как производитель, то есть владелец ресурса «Россия», по такой формуле, с такой скидкой, ведь еще же речь идет о скидке на газ, или о премии и так далее. Поэтому, ну, я не скажу, я точно скажу, что, учитывая, что в этой цепочке участвуют только государственные предприятия, и контролируются они на политическом уровне, уж, ну, я предположу, с высокой долей, с высочайшей долей вероятности, что конкретно кто-то руки там никакие не грел. Другой вопрос, что выбор того или иного ценообразования может быть оказался не таким успешным, но это другой вопрос. Опять же, нужно понимать, о чем мы сейчас говорим, к чему это привязано, с чем это сравнивается, да, потому что, вот я разговаривал с коллегами не так давно, которые занимаются непосредственно розницей, да, на латвийском рынке, то есть вот этими маленькими, заправляют небольшие баллоны газовые, да, или смотрят альтернативы отопительных систем домов, частных домовладений или промышленных предприятий. Вот мы разговаривали, и абсолютно очевидно, что с точки зрения вот этих текущих взрывов на цены, на газ, цены на отопление жилых домов, они не претерпели каких-то изменений, то есть альтернатива в виде замещения, допустим, тем же, допустим, жиженным природным газом, но этим нефтяным газом, ее по-прежнему нет. То есть, скажем, в случае с отоплением домов природный газ остается, ну, все равно более эффективным. Более эффективным он остается. Да, но уж коли мы вышли на этот бытовой уровень, когда-то считалось, что пропановое топливо для вот этих автономных газовых котлов в жилых домах, оно гораздо дороже топлива по трубе, ну, то есть, в этой, в комфорке на кухне. Сохраняется ли разница это сейчас? Нет, все, понимаете, все осталось в тех же пропорциях, вот, как я уже ниже сказал, все растет линейно, потому что природный газ растет, вот я еще хотел бы радиослушателям еще более развернуть вопрос, да, потому что ведь вопрос, когда мы говорим вопрос ценообразования того же природного газа, вот я уже ниже говорил, существует такой гранингенский принцип, где учитывается стоимость замещения альтернативного вида нефтью, базутом и так далее, то есть, как и для предприятий, и для, значит, для населения. То есть, там в формуле должны учитываться колебания как стоимости нефти, там, скажем, стоимости мазута, так и там природного газа самого непосредственно. Так вот, когда мы говорим о альтернативах, для, на данный момент, мы даже говорили с коллегами, на данный момент пока природный газ является, с точки зрения отопления жилых помещений, жилых помещений подчеркиваемых газового владения, остается эффективным. Более эффективным, чем использование жиженого нефтяного газа. Потому что, в конце концов, инфраструктура для использования жиженого нефтяного газа, она стоит денег. И, понимаете, стоимость, она в зависимости от объекта, она довольно значительная. А сам тренд повышения вот этих сплотовых цен на газ, он может быть короткосрочным. И когда кто-то, что называется, занервничает и решится на покупку и установку и инсталляцию нового оборудования для использования жиженого нефтяного газа, оказывается, что природный газ нормализовался по цене и твои вложения себя абсолютно никак не оправдали. То есть, ну, это так. А если мы говорим о вопросах, связанных с промышленными предприятиями, то, подчеркну, опять же, формула длинных контрактов, она не позволяет колебаться цене в значительной степени. Но единственное, о чем здесь нужно сказать, что серьезно претерпела ценовой удар, это те предприятия, подчеркиваю, это не касается сегодня отопительных систем жилых, значит, те предприятия, которые перешли на LNG, на тот сжиженный природный газ, который, как я уже говорил, охлаждается до определенных температурных минимумов, сжимается, оно, по сути, дает жидкого состояния. Так вот, тот, кто инвестировал свое время в хранение приемку, использование жиженного природного газа, вот эти люди сегодня стоят перед выбором, потому что там, в общем-то, еще и в основном и спотовые работают контракты, которые подорванули по цене очень серьезно, и само оборудование стоит довольно приличный день. Вот тот, кто сегодня работает на LNG исключительно с жиженым природным газом, вот здесь есть тема для обсуждения, что эффективно, что, какие альтернативы, ну, подчеркиваю, это предприятие, это предприятие, то есть это не, это не дома, это не квартира. Евгений, вы многократно подчеркнули, упомянули, эти колебания спроса, учитывая эти колебания, может ли Рига и Латвия в целом получить какую-то заметную роль в экспорте жиженого газа, или это, опять же, спрос на этот водород, он является временным явлением? Нет, ну, смотрите, экспорт, давайте так, экспорт, экспорт это, когда ты что-то производишь и экспортируешь, у Латвии нет мощностей и заводов, которые производят как там нефтянку, там, жиженый природный нефтяной газ, так и нету естественного там, то есть, понимаете, да, тут речь может вести только о транзите. Да, перевалка, конечно. Транзите, это не экспорт. Вообще, в Балтии есть только один завод, который производит жиженый нефтяной газ, это Мажекяй, это Орлен в Литве. Вот, значит, он экспортирует свою продукцию в том числе и в Латвию, и, ну, там, Литву, естественно, на внутреннем рынке и так далее. Что касается, какую роль может играть Латвия в транзите, ну, она и сегодня играет какую-то роль. Мы, например, вот наша компания не так давно, значит, привезла и увезла партию жиженого газа. Сейчас вот мы обсуждаем, две партии жиженого нефтяного газа, которые мы планируем переваливать в долгах пилцы. Вот, были до этого у нас эпизоды, мы принимали танкера в Риге для транзита через Латвию уже в сторону Украины. То есть, танкер прибывал в порт Рига, переваливался на вагоны, и вагоны следовательно дальше в Украину. То есть, какую-то роль транзит в транзите Латвия и сегодня исполняет, выполняет. Но, понимаете, когда мы говорим о том, что было когда-то и что стало, это, конечно, две огромные разницы. Я имею в виду по объему перевалки транзита жиженого газа. И здесь это вопрос, ну, поверьте, не экономики и не коммерции. Это вопрос политический. Потому что транзит, политическое решение об изменении транзитных потоков из России принимается российскими руководителями, исходя из тех взаимоотношений, которые они устанавливаются между политическими элитами. И поэтому почему россияне изменили свои вектора поставок, это вопрос как бы не ко мне, это вопрос тем, кто занимается политикой. А для того, чтобы нормализовать этот вопрос и вернуть транзитные потоки как жиженного газа, так и остальные в Латвию, ну, для этого существуют определенные, скажем так, меры. Еще раз говорю, это все находится в области политики. Это не бизнес, это не коммерция. Мы с удовольствием, коммерческие компании, бизнес с удовольствием. Есть мои коллеги, которые в порту могут принимать танкера, они сейчас этими занимаются. Есть коллеги, которые могут принимать вагоны и переваливать на машины жиженного нефтяного газа. Мы это и делаем. Но, конечно, когда раньше портовая инфраструктура была загружена по максимуму, это была совсем другая история. Конечно же. Если бы были проекты политические по транзиту СПГ российского, например, куда-то, это уже другие объемы, другая история. Но, когда в последний раз я был в порту Риги, как раз мы были на одной из перевалок газовых, она одна, газовой перевалки, как раз через воду, как его называют, терминал Уралкалия. Ну, так вот, я с сожалению узнал, что он уже сворачивает свою работу. Да вы что? А? Да вы что? Да, вот они говорят, вроде как они уже все сворачиваются, переезжают в сторону Санкт-Петербурга. Ну, это серьезный удар по порту, конечно. Ну, так понимаете, вот в этом и здесь лежит, здесь лежит, в этой области лежит весь ответ на ваш вопрос. Он и про газ, и про, я не знаю, жиженый природный, и про удобрение, и про уголь, и про нефтепродукты, ведь раньше-то перевалки латвийские, они же были там загружены, будь здоров, приносили огромные прибыли, налоговые отчисления. Но сегодня то, что есть, то и есть. Что называется, что имеем, то имеем. Ну да, имеем мы и географию, и инфраструктуру, и готовность, и главное, желание. Все утыкается в политику, все утыкается в политику и в ограниченность эфирного времени. Евгений, к сожалению, нам пора прощаться. Огромное спасибо, что были с нами, мы беседовали в программе подоплека со владельцем компании Петрахим International Carriers Евгением Боровским. Огромное спасибо еще раз, хорошего дня. Программа Радио Балком, конечно же, продолжает свою работу. Впереди вас ждет Академия Здоровья, а потом в полдень культурная среда. В гостях у нас пианист, профессор Университета Музыки и Искусств города Вена Евгений Синайский. Оставайтесь с нами.